Три лета без воды. Жители села Сорочино Калачинского района третий год подряд мучаются от отсутствия нормального напора воды в кране. По мнению чиновников, вся проблема в жаркой погоде. Полив огородов требует больших затрат. Руководство МУВ водоснабжения решило бороться с этим вопиющим способом. Коммунальщики хотят вовсе отключить в поселке летнее водоснабжение. Лето началось, когда отрезали вот ту башню, убрали. Пока башня была накопительная, везде был напор, даже на третьем этаже. В туалет не сходить, в унитаз не смыть, а бабки берут в каждом месте. Жители посёлка Сорочино Калачинского района оказались в патовой ситуации. Третье лето подряд вода из крана течёт тонкой струйкой. За день, говорят люди, набирается всего два ведра. При этом плата за водоснабжение настолько высока, будто из смесителей бежит золото, говорят жители Сорочино. Но и с этим фактом народ смирился, лишь бы подача воды не прекращалась. В этом году всё станет ещё хуже. Чиновники хотят лишить посёлок ещё и летнего водоснабжения для полива огородов. Техническая вода, у нас её не хватает, и поэтому мы согласны даже с тем тарифом. Но только чтобы нам не отключили летний водопровод. Потому что в дома, в которых поступает вода, там маленькая труба, вход, который в дом. И для того, чтобы вывести её из дома на полив, просто не хватает давления. Поэтому мы просим, чтобы нам летний водопровод оставили, не отключали. На встречу с жителями Сорочино прибыл и глава сельского поселения, и начальство МУП водоснабжения из Калачинска. Измученные ужасным качеством подачи воды, люди сразу засыпали ответственных лиц вопросами. По словам начальства, летника лишатся те, у кого в доме подключено центральное водоснабжение. О том, что из-за слабого напора в домах его практически нет, коммунальщики как будто не услышали. Мы с этого года отказываем только в летнем водопроводе, у кого есть центральное водоснабжение. Если центрального водоснабжения нет, пишите заявление, мы все заявления рассматриваем и разрешаем подключать летние водопроводы. У абонентов 80, может быть 100, кто пользуется с колонки, у всех остальных есть вода в доме. Так ее нет, ее нет, вода нет. Вы поймите, что его нет. Вы не понимаете, что его нет. Жители Сорочино рассказывают, писать заявление бесполезно. Руководство водоснабжения бездействует даже при аварийных ситуациях. К примеру, из строя постоянно выходят водонапорные колонки. Ремонтом селяне занимаются сами. А это отговорка. Они приехали, отговорились и все. Потому что мы все делаем сами. Все. Колонка сломалась, звонишь. А мы, может, как-нибудь своими силами. Ну, это разве работают? А денежки собирают. В советское время могло быть такое? Нет, не было. Везде вода была. Стояли башни водонапорные. Вода, как положено. Сейчас башни все, как говорится, накрылись. Делать не делаются. Я смогу купить себе насос или там забуриться в землю, хотя бы там на 4 метра, все скважину сделать. Ладно, я заработаю, поеду на север, я себе сделаю тот же огород поливать. Что сможет бабушка, которая получает 10 тысяч? И хочет с ее собрать больше чем? Она собирала год, чтобы ей хотя бы тут воду протянули. Может, покушим, что ответят? Да ничего, я не отвечаю. У нас вот утром встаешь, воды нет. Днем она вот идет, ей не ели. Я за день могу набрать 2 5-литровых от силы ветра. Я вам отвечу. Я понял. У нас на сегодня изношенность сетей 90%. Давление я поднять не могу, как директор. Понимаете? У нас начнутся дни порыбы, и вы вообще будете месяцами сидеть без воды, пока вы недели нажимаете. Замены водопроводных труб чиновники заняться не могут. Как всегда, нет денег. Видимо, остается надеяться на то, что лето будет дождливое и холодное. Ведь проблема, говорит глава Сорочина, именно в жаркой погоде. В ЗАС ухудачники забирают всю мощность напора на полив огородов. Погода, наверное, нет, нам не это. Основная проблема-то. В погоде проблема, а что, жарко? Жарко, да. А не в том, что у вас изношенность труб всех? Ну, это, конечно, тоже. На самом деле, коммунальное хозяйство, если начнет добавлять давление, начнутся порывы. Потому что сама... Итоги встречи спокойствия людям так и не принесли. Судя по ответам руководства, это лето не будет отличаться от предыдущих тёплых сезонов ни улучшением напора, ни качеством воды. Жителям посёлка только и остаётся пользоваться тем, к чему привела их нынешняя власть. Приезжаешь вечером, я работаю в совхозе, нет воды помыться. Я на улице мою. На улице отреки. Ну, по воскресеньям я мылся. Я приду, воды нету. Иду с женой, моюсь в пировском баллоне, она меня блеснеет, поливает. Мы дожили с чего, мы вроде от обезьяны шли к нормальным людям, а сейчас, получается, нас хотят всё забрать, чтобы у нас руки ещё блинше были до земли.